Всем привет! С вами снова я, Юлия Крейзи Нейлс. И да, в этом видео я вам покажу долгожданный мастер-класс по нанесению слайдер-дизайнов. Немного приходит вопросов по поводу их нанесения, поэтому в данном видео я на них вам отвечу. Так что, если вам интересна данная тематика, тогда оставайтесь со мной. К нанесению слайдер-дизайнов я уже подготовила заранее свои ноготочки. Такой нюанс. Все слайдер-дизайны наносятся на белый гель-лак, то есть для него делается специальная подложка. Это обязательно. Это делается для того, чтобы слайдер-дизайн был яркий и четкий. Еще есть такой нюанс, что слайдер-дизайн надо наносить обязательно на остаточную липкость. Если вы покрыли белым гель-лаком, у которого нет остаточной липкости, тогда перекройте топом, просушите и уже на топ переносите слайдер. Если у вас белый гель-лак с остаточной липкостью, тогда можете смело переводить на него слайдер. Ну что ж, давайте начнем. Для своего дизайна я выбрала вот такой вот слайдер-дизайн. Он очень подходит под цветовой гаммик моим ногтям. Сейчас мы будем его вырезать по форме ногтя. Вырезали мы наш слайдер, теперь мы опускаем его в воду на 2-3 секунды. После мы кладем его на сухую бумажную салфетку. И ждем, пока вся влага потихонечку впитается в нашу салфеточку. Влага впиталась, теперь мы убираем все лишнее. Теперь легким движением наш слайдер слегка сдвигается с подложки. Таким образом мы берем его и переносим на наш ноготок. Я обычно снимаю его полностью с подложки. И прикладываю возле кутикулы нашего ноготка. И начинаю потихонечку двигать кверху кутикуле, немножко его расправляя. Потихонечку разглаживаем, чуть-чуть растягиваем, чтобы он лег идеально. Растягивайте аккуратно, так как ваш слайдер может порваться. Вот так вот мы его чуть-чуть утрамбовываем. Я часто беру обычную кисточку и хорошенечко прохожусь возле кутикулы и боковых валиков, чтобы нигде наш слайдер не был гармошкой, как бы. А везде он разгладился и был ровненький. Разглаживаем мы наш слайдер. Далее нам на свободном крае надо избавиться от остаток слайдера. Мы берем мягкую пилочку и аккуратненько, не сильно начинаем пилить наш свободный край. Все, перевели мы наш слайдер на ноготок. Он у нас идеально нигде разгладился, нигде нету гармошки. И теперь можно его покрывать смело топом. Но топ не любой подойдет сюда. Есть два топа, которые держат их на ура. Это топ от Molon Pro. Он создан специально для слайдер-дизайнов. Но единственное, что его очень тяжело найти в продаже, но есть хорошая альтернатива, которую я пользуюсь. Это топ от Neon Nail. Он очень хорошо держит слайдеры. Это уже проверено многими мастерами. И, конечно же, мы проверены, и моими клиентами. Этот топ надо наносить в два слоя. Я нанесу сейчас первый слой. Очень хорошо промазываем наш слайдер со всех сторон. Запечатываем торец очень хорошо. И отправляем сушиться в лампу. Теперь перекрываем вторым слоем топа. Также все хорошенечко промазываем и запечатываем в свободный край. И отправляем сушиться в лампу на 2 минуты. Просушили мы два слоя топа. Теперь я взяла безворстовую салфетку, мочила ее в жидкости для снятия липкого слоя и снимаю остатки диспрессионного слоя с ногтя. Наш дизайн готов. И я вас уверяю, если вы будете пользоваться этим способом, то ваши слайдеры забудут, что такое откалываться на второй и третий день. Если вам понравилось мое видео, то ставим пальчик вверх и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить очередной мастер-класс. Спасибо за просмотр и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok